По аналогу, все прекрасно знают Тимбурский наш полуостров, так? На территории Николаевской области, на Тимбурском полуострове существует уже сейчас, существует бессферный заповедник Черновский бессферный заповедник. На границе которого вошел остров Долгий, возродку. На территории административной границы Николаевской области. Так вот, вы знаете, хорошее это дело заповедник, хорошее дело охранять природу и так далее. Но я наведу некоторые примеры, где ареалы обитания тех птиц, которые сегодня находятся на кингусской косе, они очень сильно расширились. Так вот, по научному обоснованию, один день проживания черного поклана, то есть его питания, от 2 до 4 кг гривы в день. Можете себе записать. Один день проживания и питания пеликана, от 4 до 8 кг в день. Теперь берем просто. Сегодня, по нашим данным, больше 2 тысяч пеликанов, это те, которые описаны, потому что есть еще другие, которые не окольцованы. А теперь возьмите сложительное. Значит, количество покланов, на ответ, который мы дали в Черноморских биосферных заповедниках, который очень нам жестко рассказывает о том, что вот там, на это, на то, на другое. Мы говорим, давайте численность уже будем делать, давайте будем регулировать. А они, получая гранды с Евросоюза, увеличивают эту численность. И тут, кто живет на Кимбурской косе и видел там, я думаю, просто находились на Кимбурской, видели деревья, которые просто засыхают. Так вот, чтобы вы просто понимали, когда баклан черный садится в стае на дерево, он там будет сидеть сутки, он улетает. Дерево после этого пробивает. Вот вы знаете, честно говоря, наверное, было бы правильно, чтобы наши общественные организации тоже посмотрели на эту сторону, видали. Мы не против того, что заповедали. Что мы заповедали? 25 тысяч гектар экватории Черного моря передать в заповедник. Что мы передаем? Надо что-то же конкретное заповедание.